Новые названия – залог успешного будущего Запорожья. Экспертная группа по декоммунизации представила свои выводы относительно предложений по переименованию улиц, площадей, переулков, а также судьбы памятников, подлежащих демонтажу. В дальнейшем они станут основой для подготовки решений, которые вынесут на обсуждение депутатов городского совета. Экспертная группа предлагает сменить более ста названий в Запорожье. Среди прочего, переименовать четыре района. Жавневый район предлагают назвать Александровским, Орджоникидзовский – Вознесенским, Коммунарский – Южным, Оленинский – Днепровским. Также экспертная группа рекомендует подать на рассмотрение сессии городского совета проекты решений о демонтаже памятников Зержинскому, Кирову, героям революции 905 года, бюста Орджоникидзе и скульптуры Ленина. Для временного хранения этих артефактов предлагают предусмотреть место и рассмотреть возможность создания городского музея, куда в дальнейшем будут перенесены эти объекты. Десь больше сорока нас в улиц потребуют обговорения на зібранні громадськости, чтобы после этого обговорения, принявши решение, что громадськость должна будет проголосовать, вы выносили эти вопросы, знали, что они одержали. И экспертные выставки и оценки, и громадськость також согласилась. Практично все пропозиции, которые были нам обговорены, они приняты концепцией. Самое главное, чтобы это было не для того, чтобы, знаете, как раньше люди, отрапортовали, галочку поставили, на этом все закончилось. А действительно, чтобы это исходило в город. От сердца и души каждого из вас, основываясь на тех научных, исторических данных, которые действительно есть, которые вы действительно выявили. Предполагается, что выводы экспертной группы станут основой для подготовки решений, которые вынесут на обсуждение депутатов Горсовета. Считают, новые названия должны говорить не только о прошлом и дне сегодняшнем, но и должны стать залогом будущего развития Запорожья. Как сообщил городской голова, вопросы декоммунизации будут рассмотрены на отдельной, внеочередной, сессии Горсовета.